Итак, доброго времени суток, друзья! Приветствую всех на канале Airzone Game. И сегодня мы зайдем в очередной раз на проект Аполлон, который существовал какое-то время, потом по каким-то разногласиям был закрыт и вот вновь возродился. Ну и можно заметить, что заставочка у этого проекта не изменилась, а вот карта заслуживает внимания. Карта действительно интересная, она и была у них, в общем-то, неплохая карта, но была, по-моему, стандартная, я, честно говоря, уже что-то не очень хорошо припоминаю. Но сейчас, как я могу заметить, карта абсолютно другая и какая-то очень интересная карта с кучей, просто кучей добавленных островов. Ну давайте заходить на проект и смотреть уже своими глазами более внимательно. И первое, что бросается в глаза, я даже не понимаю, где я нахожусь. Город называется Феникс, и это переделанная Кавала, естественно. Но вот таким вот образом теперь выглядит город Кавала. Ну или, как он теперь здесь называется, Феникс. Очень напоминает проект Империал. Что-то похожее есть с тем проектом. И вот не могу не заметить, что слишком чисто. Слишком чистые текстурки дорог, слишком чистые текстурки газонов. Такие прямо идеальные. И сразу же я сталкиваюсь с одной из трудностей на этом проекте. Вся площадь огорожена зеленой изгородью. Вот она сейчас перед вами, спереди. Она вот тут идет как бы по кругу. Но проходов сделано крайне мало. То есть, чтобы мне сейчас пройти вот туда через дорогу, мне надо все это оббегать. Проход есть, но он вот там далеко. И он единственный. Ну как-то, я думаю, не продумали. Потому что мне сейчас надо будет добежать до туда. И потом возвращаться вот этой вот дорогой, с той стороны ограды, вот сюда. Как-то не очень грамотно. Почему бы не поделать здесь еще несколько проходов. Ну, а пройти мне туда надо было для того, чтобы увидеть вот этот вот новый остров, который сделан искусственно. И называется он Рублевка. Кстати, смотрите, как эпично выглядит огромедная статуя, которая находится справа от этого острова. А слева, вот там вдалеке, тоже на какой-то искусственной горе, стоит резиденция губернатора. Ну, а сам остров оказался, в общем-то, пока еще не готовый. Потому что здесь нарезанные куски, подземельные участки, стоит некая инфраструктура, магазины, дискотека. А еще не заселен этот проект. Ну, вернее, этот остров. Поэтому, в общем, там показывать особо нечего. Но очень интересно будет посмотреть, что там будет. Какие дома поставит там разработчик. Ну, а пока идем в автосалон. И должен, наверное, отметить, что вот такое здание автосалона, мне, в принципе, лично мне, оно нравится. И вот эта надпись автосалон на русском языке, и то, как оформлен он внутри, в общем-то, я всегда приветствую. Но вот в этой архитектуре, алтийской, желтой, он смотрится как-то, ну, как будто не к месту. Поэтому я бы на месте разработчика переставил его куда-нибудь в центр кавала, там, где такие же современные дома стоят. Потому что здесь он какой-то весь стеклянный, красивый, такой, футуристический. Среди вот этих вот надоедливых уже, надоевших, вернее, уже, алтийских домов смотрится, ну, убогенько. Ну, а сам транспорт, вы сейчас видите, к транспорту претензий нет. Добавлен хороший пак одного и того же разработчика. И я, в принципе, все время, когда захожу на проект и вижу эти машинки, говорю, что они очень сбалансированные. Они прорисованы внутри. Я сейчас одну из них куплю, и мы ее посмотрим. Они прорисованы внутри, в общем-то, не очень сильно, но и, тем не менее, не какая-то размазня. В общем, такой вот баланс, который не поедает FPS. Ну, а по FPS на этом проекте вообще, кстати говоря, претензий нету, потому что FPS божественный. Несмотря на те переработки на карте, которым она подверглась, FPS, ну, просто божественный. Действительно, потому что, ну, претензий нету, вообще никаких. Ну, и по машинам тоже все здесь хорошо. Машинки вы сейчас видите. Единственное, что, конечно, автор немножко зажал покрасок, потому что покрасок огромное количество, но где-то процентов 70 отведено для владельцев VIP. А если не имеешь VIP, то покрасок, так сказать, скудновато, конечно же. Ну, это уже либо такой мод добавлен, либо это жадность автора. Уж не знаю. Но вообще, в принципе, покрасок очень много, но они все практически все для VIP-обладателей. Ну, и без VIP-ки тоже есть какие цвета покрасить. В общем-то, выбор есть. Ну, и сами машинки вы сейчас видите. То, что там некоторые машины не прорисовались, это не проблема сервера, это моя проблема. У меня всегда при первом заходе машинки не прорисовываются или багаются. После перезахода машинки стояли все в отличном состоянии. А меня же в дальнейшем привлекла вот эта вот огромная, просто огромный гигантских размеров статуя, которую автор поставил вот на этом проекте. И она по своим масштабам и вот по такой вот эпичности может даже поконкурировать с подобной статуей на проекте Тиранос, которую сейчас в заставочке вы можете увидеть. Но она, к сожалению, стоит в каком-то, ну, не очень, я бы сказал, удачном месте. Я бы ее поставил куда-нибудь в центр города, как это сделано на Тираносе. Это было бы, наверное, более симпатично. Но и на этом месте, как вы можете заметить, она выглядит, ну, просто. Во-первых, ее видно отовсюду, такая огромная штуковина. Можете заметить, как она выделяется на фоне маленьких домов. Особенно хорошо можно прочувствовать гигантизм и огромные размеры этой статуи вот с такого вот ракурса, где перед ее подножьем лежат деревья, дома, все такое маленькое по сравнению с ней. Да и в целом, если уж я затронул тему Тираноса, то, наверное, этот проект, вернее, даже не этот проект, а эта карта по своим интересным, уникальным решениям и по своей красоте может навязать некую конкуренцию для такого проекта, как Тиранос. А обзор на проект Тиранос можете посмотреть вот по этой вот ссылочке в правом верхнем углу. Ну, а мы продолжаем движение по этому проекту. И заметьте, какие нестандартные магазины стоят здесь на площади. И очень мне понравилось, что есть русские надписи. Вот, например, магазин одежды. И он совпадает по смыслу. Не только эта надпись, но еще и действительно там продается одежда. Вообще, в целом, магазинчики выглядят приятно. И что мне нравилось и на этом проекте, и в прошлый раз, и сейчас, как вы можете заметить, здесь можно покупать фотокамеру, микрофон или видеокамеру. И это не просто так, а потому что здесь можно покупать лицензии прямо здесь в игре. Я не имею в виду лицензии на добычу песка, меди или алмазов. Я имею в виду лицензию репортера, которая продается прямо здесь в игре. Покупаете лицензию и становитесь частью агентства новостей. Ну, а вот та самая машинка, которую я говорил. Вернее, про те самые машинки, про которые я говорил. Что они прорисованы внутри, ну, но я бы сказал, в таком на среднем уровне. Вот, ни много, ни мало. То, что надо. Зато эта машина не есть FPS и, в общем-то, достойная прорисовка. Таких машинок здесь очень много. Они принадлежат одному автору. И мне эти машинки вообще нравятся. Все работает, все, как бы, весь функционал у них есть. Очень неплохо машинки управляются. Приятный звук. Ну, в общем-то, вы все это видите. Я всегда хвалю эти машины, потому что они действительно сбалансированные. Ну, и выдвигаемся дальше. А дальше у нас магазин грузовой техники. И вот что-то мне подсказывает, что изначально эта локация была задумана не как магазин. Ну, по крайней мере, на данный момент она выглядит совсем не как точка для продажи грузовой техники. Видимо, задумывалось что-то другое. Ну, а в конце поставили магазин. И надо сказать, что теперь на этом проекте везде стоят банкоматы. Если в первый свой заход я жаловался, что не везде были банкоматы, теперь они стоят везде. Проблема с банкоматами здесь решена. Точно так же решена проблема с точкой, ой, не с точкой, а с кнопкой переработать все, взять все, выложить все. В общем, эту кнопку починили, теперь она есть везде, на всех переработках. А переработки и добычи я, наверное, показывать не буду. Все это достаточно банально и скучно, поэтому даже и касаться этого не будем. Ну, а машинки, которые здесь, вы сейчас видите. Опять к машинам никаких претензий нет. Машинки все хорошие. Я на каждом проекте, где их встречаю, всегда хвалю. Потому что, ну, действительно, машинки очень сбалансированные, хорошие, прорисованные. Есть, как видите, даже мусорная машинка. Но, к сожалению, никакой работы, связанной с вывозом мусора, здесь нет. Ну, это что касаемо функционала этого проекта. Ну, о нем мы поговорим, может быть, чуть позже. Ну, а так вообще, вот, машинки действительно очень хорошие, интересные. Я всегда говорю о том, что, ну, зря авторы или разработчики ставят их в белом цвете. Потому что белый цвет выглядит так, как будто модель просто недоработанная. И стоит просто вот в недоделанном виде. Как только меняешь цвет, сразу же начинают играть какие-то рельефные выражения этого грузовичка. Вот, например, черный, да, вот он в черном цвете. На нем сразу же все видно. Все блестки, как выглядят крылья и тому подобное. А вот в белом цвете все сливается и некрасиво. Не знаю, почему ставят всегда по умолчанию белый цвет. Приходится, когда делаешь видео, менять цвет. Это, конечно, занимает какое-то время. Но я прокручиваю сейчас достаточно быстро. Поэтому вот. Кстати, здесь даже вот такие вот стандартные... Он не стандартный, вернее, а вот такие вот машинки. Они обычно представлены в зеленом цвете. И я не видел, чтобы они красились. А здесь, видите, они красятся. Ну, в общем, вот такой вот здесь выбор. Машин много, машинки хорошие. Тут, как я уже сказал, тоже придраться, в общем-то, не к чему. Но зато я точно помню, что на прошлом своем обзоре я докапывался до того, как был выполнен блокпост. Полицейский блокпост. И даже вставлял небольшую такую вставочку, как люди на это реагировали. И, в общем-то, матерились. Ну, посмотрите, что они сделали на том месте, где должен стоять полицейский блокпост. Теперь это нельзя назвать блокпостом. Это обычное гражданское место, причем очень красивое, уникальное. Я действительно такого никогда не видел. Никаких шлагбаумов. Теперь вместо шлагбаумов выдвижные барьерные столбы, которые уходят в землю. И выглядят они вот таким вот образом. И здание полицейское управление. Я тоже такого нигде не видел. Первый раз встречаю такое здание. Здание красивое, интересное. Да и вообще, в общем-то, уже надоели те одинаковые блокпосты с колючей проволокой, с какими-то ненормальными вышками. Здесь все выглядит, ну, вообще обалденно. И самое интересное, это даже не вот само здание, и как это все сделано. И вот, кстати, эти барьерные столбы, которые, видите, так уходят в землю. Ну, прикольно сделано. Прикольно вообще. Но самое интересное, что это находится рядом с огромной скалой, через которую лежит туннель. То есть, вы все равно здесь проедете, потому что вокруг скалы. И вот как это выполнено. Обалденно красиво. Ну, можно докопаться до текстур, которые наложены вот в самом туннеле. Какие-то они неестественные, что ли. Ну, а в целом, ну, здорово сделано, здорово. Единственное, что действительно, вот я еще в самом начале сказал, что слишком чистое дорожное полотно, и вот слишком уж какие-то, я бы сказал, притянутые за уши текстуры вот этого вот туннеля. Но в целом, мне очень понравилось. Далее же мне попался магазин ретро-транспорта, и его мы, наверное, посмотрим последним. Потому что магазинов техники здесь очень много, и мне просто времени не хватит, чтобы объехать все магазины, которые есть на этом проекте, и все вам показать. Пока вы смотрите машинки, которые здесь представлены, скажу, что я не буду касаться темы того, как тут надо собирать ресурсы, перерабатывать и продавать. Это все банально, и показывать я вам этого не буду. И мы сразу же перейдем к обзору этой карты, потому что карта действительно заслуживает внимания. И начнем, наверное, с того, что здесь есть огромное количество мостов и добавленных руками разработчиков новых островов. Один из таких вот островов мы сейчас и пролетаем. Это такой полицейский пост, который сделан вот посреди такого пролива, и через него идет мост. И это сделано для того, чтобы контролировать проезд вот на этот вот новый добавленный остров. Есть тут много островов, но на многие из них можно добраться только по воде или с помощью летной техники. Также есть огромные, просто здоровенные поля. Можете заметить, что в этом месте, на стандартном Альтисе, вообще стоит соляная пустыня. Здесь же авторы переработали это все, и здесь теперь поля. Судя по тому, что названа карта Рожь, Хмель, здесь собираются какие-то урожаи. Ну, а как собираются эти урожаи, как я и сказал, показывать не буду, потому что не вижу в этом никакого смысла. И вообще говоря про функционал этого проекта, он очень скудненький. Несмотря на то, что здесь огромные острова, вот как этот, например, это новый добавленный остров, и как видите, здесь даже есть свои города. Не только пустынные местности, лесные массивы, а еще и свои города тоже добавлены. Естественно, что на стандартном Альтисе такого нету. Этот и остров, и город, не помню, как его название, они добавлены. Немножко, как вы можете заметить, ретекстурированная карта, поэтому немножко изменены текстурки самой карты, немножко подразбылены, но вот так вот выглядит издалека остров, на котором мы сейчас были. Добавленный остров. А вот там, вот вдалеке, где сейчас показан стрелочкой, это та самая, ну, назовем ее континентальная часть, да, как бы, ну, приближенная к стандарту Альтис. А летим мы на третий остров, который обозначен меткой, но его еще даже и не видно. Представьте себе масштабы, какие здесь пробеги, и какие огромные острова. Под пробегом я имею в виду расстояние между основной континентальной частью, которая называется Альтис, и добавленными островами, которые и размер свой имеют огромный, и еще расстояние между ними тоже огромное. И вот мы подлетаем еще к одному промышленному острову, нас встречает вот такой вот порт, и порт сделал не зря. Моста сюда не идет, поэтому добираться можно сюда только на вместительном каком-то морском транспорте. А остров этот предназначен для добычи урана. Естественно, по этой же причине я не могу подлететь ближе, но посмотрите, какой здесь сделан... Это даже не вулкан, это какой-то кратер или карьер здоровенный, туда ведет серпантин. Это, я не знаю, передает это видео или нет, но эта штуковина просто невменяемо огромных размеров. Она такая здоровая, что просто пипец. Не знаю, на видео это, наверное, будет не видно. Я постараюсь увеличить. Вот там внутри на самом-самом дне стоит огромный эскаватор, взятый из Таноа. Если кто знает, то эта штуковина выше двухэтажного дома на Алтисе. Вон он, видите, какой он масюсенький. Так вот эта штуковина, которая сейчас выглядит масюсенькой, на самом деле здоровый двухэтажный дом замещает с собой. А там ее еле-еле видно. Представьте себе, какие вообще это размеры. Размах, масштаб и красота на этом проекте, конечно же, поражают. Вот посмотрите, где находится вот этот остров. Вот видите, добыча урана. И вот внизу начинается тот самый, ну уже нестандартный, но Алтис. На который мы, кстати, теперь и возвращаемся. Смотрите, как выглядит теперь Алтис издалека. Заснеженные вершины гор. Ну, разве же не красота эта? Это очень красиво и очень впечатляюще. И вот в начале ролика я сказал, что он может составить конкуренцию, навязать, вернее, конкуренцию по красоте карты, и именно по красоте карты такому мастодонту, как Тиранос. Ну и выдал ссылочку на то, чтобы вы посмотрели и сравнили. И мне кажется, все-таки немножко, но Тираносу этот проект уступит. Чуть-чуть, но все-таки уступит. Ну и к величайшему сожалению, наверное, все-таки к сожалению, этот проект точно уступит Тираносу по функционалу. Здесь, в принципе, нету ничего. Как я уже говорил на одном проекте, который обозревал, здесь можно фармить, а можно не фармить. И, в общем-то, на этом все. Проект большой, красивый, но только что касаемо карты. Если брать функционал этого проекта, то, ну, нечего здесь делать. Здесь нету открытия предприятий, здесь нету покупки или открытия своего бизнеса. Он очень-очень скудный по своему вот этому вот функционалу, по геймплею. Здесь можно сказать стандарт. То, что мы привыкли видеть уже на проектах Arma, и, в общем-то, больше здесь нет ничего. Как я и сказал, можно фармить, а может, можно и не фармить. В общем-то, вот. И я не знаю, мне кажется, что если уж разработчики заморочились вот на такую красивую карту, а это все-таки стоит и усилий, и, я думаю, финансов, то надо продолжать развивать это направление и вводить какие-то новые, интересные, уникальные скрипты, которые заинтересуют игроков. Но пока здесь нет ничего. Поэтому я вам покажу только карту. Ну, и то, что я уже показал. Ну, а зацикливаться на том, как здесь можно фармить, как это устроено, я думаю, нет смысла. Потому что посмотреть на красоты этого проекта, наверное, все-таки будет интереснее, ничем углубляться в то, как здесь фармится и куда здесь это все возится. Могу сказать, что все точки добычи и переработки сделаны очень красиво в соответствии с этой картой. Ну, в общем-то, наверное, вот на этом и будем закругляться. И я покидаю этот проект с надеждой, что все-таки разработчики введут сюда функционал, достойный красот этой карты. Ну, а пока у меня все. Спасибо всем, кто посмотрел. Берегите себя и свое здоровье. И всего вам доброго. Продолжение следует...